и файл дамы и господа и добро пожаловать в очередной рангедный гайд в данном случае по фракции восточный блок и без лишних прелюдий мы начинаем ставим совпадки снабжения здесь у нас стандартно берется фоб берутся вот такие вот бтр чеки на кошму и также используется часто это кошма на вертолете естественно как и других фракциях можно более танковые кошмы довольно классная идея и самое интересное есть еще такая вот кошма уникальная для восточного блока в тот дело в том что гдр русские офицеры настолько брутально что единственное между новую подготовку и в рангеде очень часто вот эти чуваки могли остановить скажем так диверсионный отряд который попытается на не зайти и вырезать они вырежут в ответ просто такая вот интересная справочка может кому-то будет интересно использовать но их не использовать потому что вертолет которые они летят на котором летают он хуже чем ми-17 который есть у чехов и поляков поэтому чаще всего берется именно вот так вот даже чешские штабы взять принципе разницы не имеет это стандартный набор командиров для новичка дальше по снабжению у нас отличное снабжение как ни странно воды этого чуть ли не самая скажем так красная фракция чуть ли не лучшим снабжением особенно если не учитывать dlc и поэтому мы берем вот такие вот 30-поинтовые грузовички ими очень удобно снабжать бронетанковую группировку о которой дальше речь обязательно пойдет здесь мы обязательно используем lstr-40 lstr-40 это по сути первая имбовая элита в игре которая катается на наземном транспорте и это супер универсальный специалист который является специалистом резки по металлу за счет rpg 29 ванкир 24-м пробой 800 это такой же нартомет который у vdv 90 плюс эти ребята носят с собой иглы 4 заряда на взвод это очень очень круто и сильно за счет овд эта фракция которая над собой небо закрывает очень легко и формирует опять же очень мощную группировку ударную в том числе с элэстарами во главе именно по пехоте которая выступает таким таким ядром который по технике ударит и самолет собьет плюс за счет элитной подготовки даже за счет вот этой винтовки они очень хорошо стреляются с разного рода бойцами плюс это hard counter против скандинавии например против любой механизации немецкой все почему потому что если вы помните по механике то чтобы стрелять гранатометом обычной пехоте вы должны отключать третий слот оружия когда это пулемет потому что по механике юнит не может стрелять тремя орудиями одновременно здесь же у вас винтовка rpg стреляет всегда по дефолту а игла стреляет только по самолетам поэтому их очень удобно то что их не нужно подмигрывать просто посылаем через атаку в леса и вмешаем с матчу ценами у вас все очень даже будет удачно дальше в принципе зависимости от силе игры кто-то использует матчу ценов 90 на бтре чтобы быстро доставлять их на фронт я лично считаю что все таки нация стремится к механизации и бронетанку поэтому я беру маншу ценов просто на бмп-1 идеальная связка бмп-1 стоит всего 10 поинтов птк урон наносит одну хп-шку по танку может перебороть вражеские бтр чеки и пи си и так далее сама имеет третий лоб понятное дело что с мардерами мы воевать не можем но просто дпсить вот эта машина крайне успешная это по сути маленький такой танчик далее 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 птуры громы это вам все будет интересно в механе например механе выберите пзр гром на промете вы можете использовать дешевые птуры естественно но в целом вот это все очень сильно дублируется есть интересный вариант саперы штурмовые но опять же и в механе взять нельзя поэтому мы их обычно не используем то есть это по сути единственные огнеметчики с штурмовой подготовкой в командниках можно пофаниться но в один на один они по сути бесполезны также у вас будет дублироваться в подохранярцы и подохранярцы 90 это все по сути те же матчу цены просто они не имеют транспорта бмп-1 поэтому и не используется опять же если брать комиссин пол мотор то там вот эти парни еще как-то влазят spg-9 то кстати интересный вариант если вы хотите спамить семнашками spg-9 это отряд который занимает ключевую позицию в до своего высаживать а семнашку используйте по своим обычным назначением я не советую новичков брать горнострелки польские бездарная абсолютная метиса не хватает штурм пионеры несмотря на то что им кажется что этот лаунчер хорош он не хорош абсолютно то есть не пытайтесь его использовать высоткаре вся та же история это просто дублер и очень много юнитов дублеров все потому что они тянутся аж с первой части игры вахты regiment многие почему-то любят его брать пытаться использовать особенно новички нет это очень плохой юнит штурмовая подготовка 15 срыв за 25 поинтов это очень дорого 25 поинтов стоит vdv 90 такой vdv 90 хотя бы мощный гранатомет в данном случае этого мощного гранатомета нету транспорта хорошего нету поэтому мы не используем заложницы вот это то что нам нужно стандартное мясо просто мясо на ханамагах ну или похожим на ханамагах не знаю в чехии произвели такие транспорты просто ополчение просто мясо которое мы кидаем на вертилятор далее в принципе выбор его стоит между брать каким тур я лично рекомендую для новичков брать конкурс на скотт 2 просто потому что и 20 плюс 10 это идеальная цена и на еще один слот пехоты я советую брать либо лайфты шутцинов их бафали в последнем патче и в отличие от польских игр на стрелков эти чуваки штурмовики эти чуваки штурмовики плюс они катаются на колесном транспорте за 30 поинтов это очень удобно есть вариант с легкой пехотой как на наземном транспорте так и нами 17 я уже часто рассказывал то что и фишка в том что этот раз не состреляет полностью из инвиза ну и вариант для тех кому надо просто механизация мод шутцинов 90 которых есть уникальный пулемет и по гранатомет на 24 пробоя также винтовка у них более точная то есть по стрелковке вот эти пацаны более крутые чем рядовые штурмовики и я лично беру их на бмп-2 например в принципе ваша сборка будет вылили примерно так развертывание будет естественно механизированное либо при помощи вертолетов если мы берем хоть какой-то юнит на семнашке но в целом верта группа в нашем таки и будет присутствовать всегда мы это сегодня увидим о артиллерии ни в коем случае не используем всякие разного рода рм-70 они попросту не выполняют свою задачу выбор на тяжелой артиллерии у вас либо пивонка чтобы заснайпить фоб либо андава чтобы опять же заснайпить фоб и потом дпс до конца игры пытаться снайпить командиров по поводу пво как ни странно я вот такой вот сборкой кота потому что по сути ваше колесное пво это lstar сам по себе его может быть достаточно при этом учитывая что вы не делаете колесное развертывание далее у вас есть стрелы 10м идеальная машина для сбития вертолетов у вас есть тунгуска против верторашей и просто как 2 900 дальность и тор используется просто потому что у вас нету другого пво на 300 дальности да это радарная пвошка да они приятны но зато у вас есть хоть какая-то скажем так аргумент против ломбоу на выбор еще есть если нужно все-таки колесное прикрытие то строп 2 но он очень плох просто поверьте на слово это естественно осы за 30 опять же требует повышенного навыка для игры чтобы их используя для новичков я просто буду вот так брать то есть и плюс тор всегда можно заметить на него то есть если вы не боитесь америки принципе можно просто взять него него это очень превосходная пвошка опять же мы рассматривали финполе вторая крыша четвертый лоб она крайне бронированная ну естественно и уникальные чешские минометы с усиленным дпс поводу танков обязательно к использованию модерна не обязательно к использованию пт-91 тварди почему просто потому что три модерна достать за один на один уже сложная задача поэтому брать еще тварди ну не знаю в принципе это хороший танк четвертая крыша он крайне живучий просто то что он немножко безидейный то есть это просто 22 пробой 20 лоб по сути среднепритоповый танк я например больше люблю т-72 с неважно какой фракции возьмете я на гд разберу просто для озвучки на 20 на 18 как я уже часто говорил я люблю перекос по урону то есть когда я не доплачиваю за броню когда я плачу просто за урон и получать танк за 120 который выполняет роль танка за 140 например если их удобно правильно водить то у них проблем абсолютно нету точно также есть вариант без тура если вам лень микрите управляемый снаряд свырь то есть вы можете просто вот так брать например в механе кстати вот этот вот танк доступен и это причина почему воды механ довольно сильный почему его они он используется именно нашими игроками например крот любил воды механ я очень любил воды механом мы выигрывали на турнирах воды механами так что когда вы будете собирать механа понятное дело что вы набираете побольше матчу цена побольше в туров и старайтесь катать в основном вот эти вот танчики кпз-72 с 1 до не будет свыря зато все остальное в порядке т-72 м1 и м1 вилк это выбор на ваш средний танк для новичков я все-таки буду рекомендовать брать вилку то есть т-72 м1 он все-таки по сути то же самое но вот эти 10 поинтов которые недоплатили зато у вас нету второй крыши чем то есть двух единиц бронекрыши а для новичков это критически потому что вы станете легкой целью для тех кто использует бомбы с лазерным наведением они же гб у которых в рамке где в принципе всегда можно встретить далее у нас если хватит слотов мы берем обычно т-72 ку обыкновенную в чем причина потому что у нас нету с тяжелой бмп в отличие от того же еврокорпуса то есть у всех натовских коллег часто будет тяжелая бмп даже если это брэдли дабы компенсировать нехватку тяжелую бмп мы иногда можем взять и такие дешевые танчики хотя в целом мы просто полагаемся на наши средние и полусредние танки разведки мы используем вот таких вот крутых чуваков специальные еноты я бы их использую принудительно так как мы новички мы еще берем допластную карту это специально крафтеры енотиков я бы все-таки брал на дешевой машинке по что мы имеем возможность это сделать дальше обязательно саламандра ломбоу для бедных это из гайда про финпол мы уже принципе помним и используется такая вот снежка просто бмп-2 с оптикой просто затычка на фланге ставится на оборону базы к абсолютно как хотите машина абсолютно рабочие транспорте из интересных вариантов это естественно дпс ханамак я бы его рекомендовал использовать и естественно зушки на противовлетку если вам нужна если вам нужна берете еще зушку на противоплетку либо просто меняете вы вкладки обязательно берем в 3 в сокол и мид 35 для вертараше естественно ну либо просто для доминирования вертолетами то есть у нас два птуровоза один из птуровозов у нас с оптикой причем этот мид 35 вполне способен вертарашить и в 3 в сокол чтобы звать вражеские вертараши или прикрывать ту самую саламандру старт через саламандры в 3 в сокол считается классическим в случае овд по авиации в отличие от многих фракции у нас есть сильная атакующая авиация как ни странно это чешский термобар 40 рэпа огромные фугасные бомбы которые еще после себя оставляют напалмовый след крайне эффективное оружие далее миг-21 без лейзер это дрон так называемый его задача уничтожать вражеские вертолеты как мы уже говорили будут проблемы против лонгбоу либо других тяжелых вертолетов используем лазурь туда куда не достают наши лс-тар и все остальные идеальный истребитель миг-29 польский и серия какие еще есть варианты есть варианты взять антирадар условно убираем лейзер берем антирадар гдр вский либо польский это абсолютно ваше желание почему я использую гдр вский потому что дальность антирадарной ракеты дальше то есть дает противнику в один на один меньше времени чтобы замиклить плюс этот самолет также выступает в роли дрона за счет своих трех фугасных ракет то есть этого хватит чтобы запинать какой-нибудь 6 хп вертолет либо существенно повредить любой другой вертолет су-25к мы не используем обычно су-22 м4 точно так же потому что полуактивные ракеты также в принципе в вашем арсенале могут использоваться вот такие вот миг-23 бн вместо той же серии например очень хороший кластерный самолет с большим уроном два таких кластера забирают топовые танки например то есть чтобы примерно понимали формулу вы даже видели уже на реплее против других игроков за овд либо гдр так что если вы хотите пока покатать кластер то конечно но серия просто для новичков проще потому что райт клик и все и забыли а там попало не попало уже как говорится бог решит на этом все переходим к обзору реплеев продолжаем и сегодня у нас первый реплей и честно говоря он поистине эпичный и легендарен можно вставлять дифки с томосом шелби мега хорош а также насрал я вот так вот приближая камеру до старта игры чтобы вы просто не понимали что сейчас будет происходить но действительно триплей легендарен тем что здесь произошло столкновение гениев игры один на один красном углу нахтигаль это нбк на самом деле просто под другим никнеймом и он вам показывает ту самую ту самую стандартную вертогруппу за овд которую вы используете в рангете чтобы побеждать чтобы не страдать за овд вы берете вот так вот 2 саламандры 3 саламандры 4 митрис пятых и 3 соколя это полный вертораж пару заложниц на защите базы тем временем противник синем углу играет за какую-то общую деку это не общий вдв самое интересное скорее всего просто общая дека и он использует не менее сильную стратегию из 8 митрис пятых это высокоранговые бои с высокоранговыми метовыми развертываниями и это вертораж на вертораж естественно на вертораж вылетает анти радар и истребитель для прикрытия самого анти радара но у меня нет радарного пво мне все вложено точно также воздух точно также с моей стороны на поинты которые накопились улетает точно такой же анти радар и здесь был обнаружен мой вертораж вертораж противника поворачивает на базу очевидно что ему не сдобровать если он выйдет на соколей пусть соколи были разряжены зато анти радар вражеский уже упал от соколей у обоих противников естественно точнее у соперников удален фоб по той причине что когда вы верторажите вы идете волын и фоб вам в игре скорее всего не понадобится от противника довольно удачный колл двух ми-24 в дело в том что у них 8 игл и вдвоем они вполне сможет разобрать этот вертораж особенно при поддержке с ми-25 линиями 25 разворачиваются вешки летят прямо на мои вертолеты но я точно также завидев их принимая решение вернуться на базу и как вы можете видеть по нижнюю таймеру украш не заканчивается вертораж гонится начинается вызов наземных юнитов с обоих сторон игра прошла вот эту первую стадию переходит во вторую оба игрока сохранили свои вертораж и вертораж при этом не произошел как таковой ни одна из попыток и начинается в судорожный вызов пво потому что у противника на самом деле был мощный вертораж и он мог бы просто попробовать затащить считывая что командир у меня картонный у него так командир кстати получше для вертоража он у него пехотный пехотного командира убивается верторажом дольше и тем не менее саламандра рассылается по всей карте чтобы собрать информацию нужно понять куда полетел вражеский вертораж это задача номер один потому что это есть его основной ударный кулак который может на самом деле натворить проблем саламандры теперь точно также по сути отрезают некоторые подходы юнитам которые пытались растечься по карте мит 35 выстроены в линию просто на реакцию а соколибы заряжаются от грузовика снабжения как и вилл фоп удален но это не имеет значения вот они 30-поинтовые те самые грузовики с этим них снабжения реально много то есть в теории можно брать 40 поинтовые грузики играть без фоба вообще за овд но я бы не советовал вэшки были потеряны на строп 2 был забайчен на саламандру это были единственные вэшки в деке скорее всего хотя максимум не могла быть еще одна третья если он не давалычку а вот еще вэшка летает возможно это было только одна саламандры пока что все выживают но как я говорил проблема в том что заправлять мы бесконечно не сможем поэтому ракеты которые на них висят это ценный ресурс противник занимается тем же что и я только вместо стропов у него спад бо вы которые кстати более имбовые на мой взгляд за счет того что их стоимость эффективность данном случае почти такая же точнее стоимость давилась два раза ниже эффективность лучше и ограниченные вертораши происходят на карте пытаемся нащупать позиции противника и самое главное в таких ситуациях это как можно больше захватывать мапы дело в том что после такой фигни очевидно что не у вас не у противника нету контроля карты то есть у него нету наземных юнитов поэтому самое время чтобы просто влетать куда угодно и как угодно даже если эта позиция кажется вам вражеской просто бежим по полю занимаем все рандомные кишлаки проходы и ключевые позиции здесь мне показалось пролет нет это был заказ по моему да точно также расставляет так называемую систему сигнализации по карте потому что противник курсе что и у меня вертораш наличие но я действую более агрессивно и более опытно естественно больше таких ситуациях и оказывался довольно часто и ничего страшного в этом на самом деле нет вы сохранили юниты противник сохранил юниты и рад продолжается в коем случае не заканчивается битва за рекой начинается довольно важная позиция учитывая что сейчас нужно будет расставлять командиров с этой позиции можно угрожать фокстроту хотя на самом деле когда вы забираете вот эти вот ключевые домики на гольфе игра здесь уже по сути смысла не имеет то есть это я уже немножко ошибку совершаю особенно если будут заказываться то есть по сути этот разведчик там это максимум что там и должно быть просто чтобы знать что противник не перескакивать через реку достаточно просто держать гольф и достаточно просто выставить линию на браво и ставить командиров и наслаждаться жизнью очередной командир заезжает на фокстрот и половина игры почти прошла и большая часть карты под моим контролем плюс большее количество командиров которые уже качают очки победы также конечно же против вертараша потенциально расставляется вот такие вот дужки они крайне они чуть ли не лучше всех эффективны и 3 вертарашей в первую очередь за то что я уже объяснял не то чтобы не урон наносит а то что немного урона впитывает 5 лоб 10 хп шек и при этом они еще дают в ответ и это все за 20 поинтов саламандра в облете поиск вертараша то есть противник сидит ничего не делает не ставит командиров естественное подозрение на вертараш использую также морскую пехоту на к 29 собирает полноценный вертараш номер 2 поднимается грач по какой-то причине в ответ на грач естественно будет покупаться скорее всего него а может и не будет пока что не неизвестно покупка еще одна командира и вот да то есть почему-то я решил что мне нужно забрать позицию за рекой и хотя это на самом деле не имеет никакого значения конечно дело что мотшу цены и специал крафтеры разберутся с незначительным оризоном на левой части карты спадики громкие звуки игры спадбов то также не конкурент бмп-1 спокойно с ним разберется учитывая что у него 4 лычка уже 5 грач попытался отработать успел забреть разведчика но это не имеет смысла позиция за рекой точно также занят имеем контроль просто под по всей карте по факту кроме браво по факту на браво если морская пехота сейчас решит спуститься то ну кстати ладно тут еще два мотшу цена есть и я начинаю дозываться еще еще мотшу цены уже прибыли на браво ну и вот он вертараш ждет просто ждет команды примерно десяток вертолетов с моей стороны 4 вертолета но их уже немножко маловато естественно потому что соколи я тоже где-то раскидал по карте все это все это связано с тем что ждем ждем откуда противник полетит потому что у меня уже преимущество по очкам единственный выход выиграть это полететь вертарашем и желательно закончить игру естественно саламандра проверяет я не знаю как сказать северную часть карты обойдет а северная часть карты есть какая-то стрелочка у нас то есть северная часть карты проверяются южная также стоит заслон осталось просто понять что и где пока что сейчас airplay в принципе логично многие игроки перед тем как вертараш начинают airplay чтобы вас например по истребителям забайтить то есть чтобы вы залили пару истребителей после истребителей они либо дают информацию про вертараш либо могут сам это разбивать в принципе своими ракетами здесь я даже решил зайти на полку имея резервный фон шут ценов не очень удачно перестрелялся конечно тем не менее пром с отрабатывает возможно попадет возможно нет просто вогнал пока что морскую пехоту в панику здесь слева до заказ попытка отработать грачом грач может и от элэстер отлететь на самом деле элэстер это ребята не шуточные но здесь конечно вот ошибка строп 2 элэстер стоят вместе которые вертаж скорее всего там не будет еще и соколь с двумя иглами скорее всего потрачены будто я про вертараш забыл если честно про наличие у противника вертараша с начала игры по-моему я даже забыл потому что оборона базы на самом деле слабо и вот он начинается главный приказ десяток ми-25 и 2 к 29 из подморской пехоты и командир вэшка тоже должна присоединяться к этому вертарашу судя по всему истребитель на патруле вот ищу ищу вот понимая что где-то летит вертараш с этой стороны тоже летают мои самолеты то есть все вся игра все вот эти вот минуты проходят просто в ожидании одного эпизода стоимостью 3 миллиарда долларов можно так сказать то самый эпизод на который ушло пол бюджета противник конечно мечется раскладывается все в линию массовый вылет из самолетов два грача один из них даже в су-25 т вот она летит смотрим на x1 флажки принимают урон на себя но этого не достаточно лестеры отстреливают по грачу грач впитывает себя много большое количество урона ми-35 в атлет летят на вертогруппу к стрелка напалмится из аганьшей это очень интересное решение вертолеты на вертолеты перестреливаются с пушек як-б где вы еще такое увидите только в варгейм ранкет просто шумоседствие происходит ми-25 видел командира 100 процентов потому что он уже поврежден есть попытка фокуса на него орудия пытается попасть пока до святому с командиру понятное дело что ему притемлиться нельзя вгудать ни в коем случае ми-25 забревает командира на двойке чарли лестеры разряжены вертолеты тем не менее каким-то чудом выжили мой командир на эхо уничтожается но и командир противника не усумел высадиться это дозначно все для синего игрока несмотря на то что он получает временное плюс 2 для до конца катки его просто сметут с конца с карты да и просто ставится два командира и у меня абсолютно достаточно времени чтобы исправить это все да вот это жесть вот это ранкет который мы потеряли которого я точно пока что не вижу в арно настоящая игра на кончиках пальцев когда каждая ошибка может решить исход игры когда происходят просто так называемое решение мужчины вертораж на все деньги с обоих игроков почему-то да вертораж на вертораж представить не мог сколько денег ушло на вертолеты ушло бы на вертолеты из реальной жизни в случае такого массированного их использования взлушка стреляет эти су 24 одно хп осталось бам-бам бам давай да лестер или тунгуска похоже попадает не лестер попал все таки 2 из 2 возможно строп еще отработал командир возвращаются на базу но противники естественно признает поражение потому что ну после этого как бы уже ничего не сделаешь мид 35 еще один командир летят на базу но на базе достаточно войск чтобы отбить и это плюс у меня еще и мид 35 готовые к ответному верторашу это конечно посмотрите на это поле кладбище вертолетов на респауне на эхо да я просто как я пересматривал реплеи когда увидел триплея думаю блин но это нельзя не показать это это легендарная игра просто оба хотели друг другу за вертораж эти обоих не получилось но все-таки опыт играет свою роль и как я говорю вот она смешная тема то что у меня лестер и строп 2 находятся в нем так сказать не вне актуальной позиции сто процентов вот такая вот вот такой вот варгейм ранкет беспощадный когда верторашный вертораш не работает и это кстати вам совет если вы не хотите чтобы вас за вертораш или вы всегда можете вызывать свой вертораш и как минимум свести игру к вот такой ситуации ну либо выиграть и себя самостоятельно верторашу ладно переходим следующий реплей номер два традиционно является более научно прикладным периодическим так называемым учебником для тех кто действительно хочет играть нормально за эту фракцию не просто верторашить как правило по статистике его смотрят меньше примерно в раза полтора иногда два потому что первый реплей всегда выбираю веселый а второй именно чтобы просто показать как играть фракции ну и так как варгейм уже не такой же актуальный то зачем я вообще все это делаю ну ладно синем углу американский игрок грейб джели мэн из и не помню по-моему восточном побережье неважно наверное но он короче американец и играет он за ланджут механ абсолютно скота дека ужасная у него почему ужасно потому что против него очень неприятно играть обилие дешевых мардеров леопардов дешевой пехоты все это в лычках естественно супер эффективные юниты вроде автоматика которые могут просто дпсить по земле и сбить множество самолетов если у вас нет наличия антирадара тяжелые бмп мардер 2 и зачем-то здесь едет снабжение первым делом не знаю может такой импровизированный спот оба уже пропускаем экшон саламандра и в 3 в сокол принимает колонну противника которая ехала на фокстрот очевидно я не знал что что он играть механом но это стандартный мув довольно вот здесь колонну по таймингу можно пересечь вертолетами на карте долина плунзин проявляется одно из самых сложных и у противника сразу стоит командир на двойку у меня он не был куплен потому что я разом спектаку за спектаку я не рискую иногда брать 2 командира потому что при пассивной игре особенно учитывая что здесь был механ конечно это не знал но мог догадываться извините при пассивной игре вас механ все равно просто перебьет поэтому нужно брать инициативу со старта и врываться самые неожиданные места вот он командир который был обнаружен пытается сместиться влево но потом опа видно что здесь уже вкатываются вражеские бтр и это лестеры никто не запрещал их использовать таким образом тем более что бтр с кпвт это достаточно мощная штука испугался я леопарда разгружаю бойцов лестеры прыгать в дома там они будут жить достаточно долго автоматик на прикрытие командира антирадарный самолет в воздухе будет блокировать автоматик от использования т-72 м1 въезжает в поле чтобы законтрить этот самый леопард бтр врывается на командира командир уничтожен автоматик был включен чтобы убить бтр-80 был тоже уничтожен антирадарной ракеты при этом антирадарник упал ми-35 влетает потому что автоматик был уничтожен можно нарезать дпс и здесь огромная группировка противника полностью отрезана от группировки его основной на центре при этом обе эти группировки не имеют так называемого ядра то есть танчиков два первых нету по сути атаковать нечем до заказываю пехоту вижу эту группировку идея довольно простая набиться в этот лес сохранить линию и далее просто расставляем командиров который уже первый полетел мы уничтожены командира противника можем почти гарантированно себе позволить командирам моментально ровно количество дпс боится то что это все будет врыв на базу естественно саламандра облетает на базе кстати бронированный командир который не особо бронирован саламандра вполне может уничтожить начинается продолжается троллер троллер фу блин протравливание вертолетом механов нужно всегда обузить через отсутствие нормального пво мобильного против вертолетов тем более что у в д всегда очень много вертолетов можно вызвать это и вертолетная вкладка можно взять ми-17 из-под командиров ми-17 из-под пехоты при этом есть именно точечная ударная авиация которая может всегда отброситься и довольно успешно уйти вернуться обратно на базу и лестеры естественно пытаются расползтись потому что воевать против регулярных сил это не их задача не диверсионщики тунгуска у нас стоит на центре карты даже 2 интересно целые 2 тунгуски я решил использовать это даже как-то странно на меня не похоже и да мастится дальше т-72 м1 идеальный танк данной ситуации кстати потому что по цене нам нужно экономить на некоторых вещах просто потому что механ всегда вызывается примерно полтора раза больше чем мы за счет того что все у него очень эффективно и катаются на механизм транспортах здесь лестера я отключил но понимаю что боя не избежать нужно включать обратно разбивать хотя бы пятипойнтовые машинки раздражать таким образом противники тем не тем временем мы начинаем атаку на фланге браво хотим полностью закрыть эту линию получить преимущество до конца игры вот они масту цены огромное количество все это на бмп-1 при поддержке танков тем не менее здесь находится птур сразу же со снабжением который будет стоять достаточно долго и с вот этого направления сейчас и будет простреливать также покупая еще одного командира потому что понимаешь что по таймингу противник скорее всего покупает себе командира значит мы можем позволить купить себе еще командира таким образом сыграть такую ступеньку пирамидку сноубол говорите как и называйте как хотите тем самым заставляя противника не фокусируется на создании армии на том что просто расставлять командиров и это все при условии что мы имеем инициативу при атаке вот сюда но здесь начинает работать с противника одна ракета по 32 м1 а также торнадо идея сработает один взвод пехоты был уничтожен это не очень страшно на самом деле да и в целом значение не имеет пехоты у нас полным полно лестер который здесь был уничтожен лестер другой был уничтожен это герои гдр свою задачу на старте игры они в принципе уже выполнили поэтому абсолютно не жалко ми-35 и ми-17 и здесь разведчик кстати это очень хороший спот для разведчика в чем причина даже если вы не захватываете зону условно вы берете только лес и не можете пробиться в город очень часто есть момент то что противник будет заводить командира вот сюда в дома ставите за домами его будет очень сложно уничтожить с фронтальной стороны поэтому ставите подсветку вот здесь заранее и самолетом либо вертолетом всегда можно подлететь и забрить этого командира облеты с каунт-дефендерами мл-ю на патруле тем более что это кстати универсалка у него через пт-ракеты укреплена оборона здесь также расположены бтр-чики из-под легкой пехоты для того чтобы просматривать на случай обходов ну и вот он как я говорил этот тур будет бесконечно здесь стрелять очень обидно айдс обнаружил моего разведчика будет уничтожать до попадает не самый эффективно бомбардировщик но против лесных скажем так бойцов то он работает здесь у нас сгорела бмп-1 не так страшно на самом деле но и 1052 бмп-1 уже по-моему загорел нет отошел на ремонт просто все правильно ну здесь просто стандартная тема перерезание линии снабжения ми-35 наваливает во всех тех местах где он может навалить семнашки постоянно летают туда-сюда чтобы заставить противника раздергаться на покупку разного рода пзрк автоматиков гепардов ключевая момент и на против механа это заставить его покупать пво потому что если не покупает пво то все остальное у него очень эффективно и у него очень эффективная наземная армия на средних дистанциях особенно особенно в плотную в леса поэтому пусть лучше покупает пво на все фланги таким образом у вас будет хотя бы этот пространство свободных поинтов где вы сможете его перемасить да заказ мой легка пехота хочет ворваться на хотя бы вот сюда бтр и были повреждены но успелось выгрузится пехота милан-2 уже обнаружен отстреливается с пулеметов и здесь конечно да по его отсутствует у противника ми-35 просто 8 коконов это будет сейчас просто тир для пилота бам ну попадишь бам отлично это все очень классный бесплатный урон потому что у нас есть фоб вертолет еще много раз перезаправиться и вернется на поле боя и вот такое комбинированное наступление из быстрых и унидов которые дотекли на какую-то позицию ми-17 которые постоянно дпс и потом возвращаются на базу танчики подешевле чтобы не тратить много сил на наземную армию больше вкладываться что-то более полезное там в ту же пехоту штурмовую которая более меня на равный будет стрелять со скандинавской пехотой зачем в данном случае ланджутовской и вот эта позиция по факту будет теряться противником и у него встает дилемма бесконечная дилемма на долине бонзин когда вы проигрываете с арт игры теперь у вас как бы фокстрот на который противник может завести командира и у вас вырава ангелос выбили противника стабильный плюс один уже гарантирован а вам чтобы мало того что не допустить очередного плюс один который получил от фокстрота сейчас ставлю командира на фокстрот он будет нейтральным я получаю плюс один так вам еще нужно выбить фокстрот и после этого все равно решить проблему того что противника уже значительное преимущество по конквест-поинтам то есть вам придется и или воевать либо на альфу либо возвращаться на браво именно из-за этого эта карта считается чуть ли не самой сложной потому что очень сложно распределить четко очки очень сложно играть по всей карте особенно новичкам да вам нужно постоянно набирать какие-то ударные кулаки очень сильно разведывать нужно на этой карте по что если не будете понимать где противник вызываются может произойти неприятная неожиданность когда он просто он прорвет двойку например пока воюйте на фланге и так далее противник выкупил огромное количество 10 конечно артиллерию такая вот дешевая гаубицы за 70 очков и на мой взгляд она неэффективна то есть это весь дпс по пехоте ну не интересная за этот момент за на эти же деньги я сейчас наступаю на его армию происходит когда закуп до закупа такой-то довольно странный кайлер абсолютно не нужно там данной ситуации нужны 2 1 противник не принципиально не вызывает 2 1 и не знаю почему это уже ошибка с его стороны ну все-таки у нас он же тоже когда-нибудь будет в эти обязательно расскажу как раз ланжут чем именно анспековский то самое интересное 70 двойки никогда не попадаю с первого раза это нормально гаубицы пытаются навалить по позициям и вот как я говорил вот она забор позиции набрала устанавливается более широкая линия противник правильно идет что сейвит свои транспорты и бмп они еще пригодятся в будущем и что теперь делать ну вот как я говорю вот она начинается закуп на атаку на фокстрот но и к тому моменту уже прилетает 72 м1 к командирский и уже готовится верта группа для отбития атаки на левый фланг здесь ставится стандарт разведка птур на защиту здесь вот эти юниты по хорошим надо забирать уводить на дельту ну и вот они рейдовская рейдерская тактика вертолетов подлетели засветили уничтожили улетели обратно светим дальше и здесь торнадо идея все на ли накидывается по командиру в углу приходится даже отступить даже танковый командир такого урона не выдерживает но тем не менее вот он митрис 5 через смену высоты и просто контроле все вот это наступление драгонеров у противника пво пока что далеко автоматик еще не скоро выйдет на позицию но при этом митрис 5 уже и все патроны потратил и возвращается на базу разбили батальон драгонеров его скоб не попал по митрис 5 он вернулся на базу починиться и снова вступит в бой что у нас эти по фобу фоб мы не используем для артиллерии поэтому сопла и для вертолетов у нас огромное количество ну и здесь он упорывается в танки точнее скажем так встречает танчики танчики неприятно больно нужны два первая наконец-то появился по моему 1 за игру 2 1 который должен помочь прорвать мою оборону он продолжаются вылеты а и ds am все сейчас весь бой конституция на крепости на точке fox road командир сейчас починиться вернется на базу ну зачем вернется в зону будет и дальше блокировать попытка рандома командиров слышно нам вот здесь да здесь стандартная . для командира хотя вы даже вот здесь иногда могут тоже пробить особенно если знать что у вас пехотные это абсолютно правильно постановка не вы и ввиду того что противника много атакующей авиации очередной пестрайн падает вы просто видите насколько много механа то есть при всех потерях да вот она просто огромное количество пехоты и теперь учитывая что у него есть два первое с этим можно наступать 32 м1 сгорает в борт это скил ищу так называемая проблема скилла проблема контроля специальные енотики здесь неравном бою огромное количество дпс а бмп-1 т-72 м1 приходят на выручку но здесь сейчас выйдет 2 1 птур отрабатывает лучкованные птуры у немецкого механа это всегда страшная тема как правило их две карты они не заканчиваются всю игру мы здесь вот стандартная тема механ накопился начинает наступать на вас волнообразно волну него этих бесконечная даже заказывается с песна с фальшим егерей в механе тоже очень классно кто-то балансил игру но действительно блин ну и так дак и отлично у него еще фальшим егерей на вот таких вот хороших транспорта прилетают и сейчас еще будет в атаку идти но просто невозможно стараясь отступить некоторыми юнитами потому что ну просто много бкс оброведено он уже все видит города берутся уже потихоньку то есть половинец а вот этот вот селение два первыми воевать нужно хоть как-нибудь снова какой-то вылет по моему бомбардировщик в этот раз падает это уже 2 не вы не то санева плюс асад 2 1 получает от 72 м1 неудачно выезжает даже какие-то потесау используются противником на дпс огромное количество дешевых и эффективных юнитов со стороны синего кайлеры трипл стаком вызываются но в этот момент я конечно же чувствую слабость где-то чувствую слабо здесь у меня сохранился танчик поэтому решаю пойти в атаку на дельту тем самым отвлечь противника это самое правильное решение самом деле в такой ситуации потому что если противник все вызывает в один фланг а у вас на другом фланге есть какие-то силы чтобы его потрогать нужно их обязательно использовать особенно учитывая что таймер до конца игры уже 10 минут вряд ли он уже вернется на браво и поставит командира потому что пока вы атакуете пока он это все отобьет уже пройдет слишком много времени тем не менее пытаемся зачинить наличествующие силы лестеры сейчас потратили очень много своих игл на транспорт как я говорил удачное решение отметить лестера против механизации в лесу они с легкостью перебирают все тяжелые бмп бтр и и так далее и до конца игры еще не то чтобы много времени но здесь прорыв чем мы будет купировать противник интересно и даже лестер есть наличие интересно ми-35 врывается на фланг ми-35 собирается убивать командира судя по всему кокон 95 точности бам и второй кокон легендарные ми-35 в этой катке так вот работает у в д перенаправили в направлении удара подкрепили вертогруппой докинули темпом на бтр какую-то быструю пехоту и пошли в новое наступление квс был куплен чтобы попробовать уничтожены 35 но этого не произошло ну и кавер это не лучшая машина конечно т-72 м1 с ними может воевать у них и оси даже победили 15 кинчатый пробой подъехали достаточно быстро все достаточно близко чтобы стрелять по т-72 ну и здесь лестеры по сожалению просто не добегут до зданий и будут мертвы в поле рандом командира на двойке единственное наверное что можно попытаться сделать чтобы выиграть игру тем не менее командир находится в идеальной позиции чтобы его не заснайпили 17 отбивает наступление датских пехотинцев здесь же стоит легко пехота на ключевой позиции чтобы не проехала на халяву вражеская техника здесь все так же стоит командира на удивление не вас подбивает очередной самолет 82 м1 в наличии будут чиниться скорее всего ну сюда успевать здесь до затечь спам ну и вопрос еще дальше то что дальше это пять минут до конца боя можно потихоньку проматывать все те же ме 35 работают ничего особенно удивительного все что обнаружено будет ими уничтожаться по его противника естественно не хватает сюда был бы заказ ополченцев и подкрепленные штурмовиками конкурс который здесь встал на оборону естественно отработает свои деньги артиллерия продолжает добивать пехоту на фокстроте командир который так и был все таки все равно размещаем здесь также сейчас постановим дым за весу скорее всего термобар не откидывается это печально термобар пытается рандомить командира до попытка рандомить командира но командир стоял чуть дальше ну и на этом всем противник ничего сделать не может вот такая вот довольно стандартная игра за воде полагаясь на средние танки на штурмовую пехоту на вертолеты естественно на верторазвертывание в какой-то степени то есть вертолета это та сила которого да есть ее никто не заберет ее нужно обузить то есть иначе за овд вам просто придется тяжко если будете играть в честно только по земле вам будет очень очень тяжко именно за счет вертолетов овд механ может очень сильно контрить те же немецкие механы можно еще также добавить к этому уравнению термобары то есть миг 29 бомбардировщики и все у вас будет отлично то есть дека хорошая дека довольно простая для новичка именно по той причине что есть эффективные юниты которые можно просто послать через атаку есть вертолеты которые обузить не ну не так уж и сложно все просто покупаете вертолеты и летите в слабое место или облетаете там по краю карты и так далее спасибо джели мэну за этот матч хотя он произошел уже год назад наверное это все так же доисторический реплей потому что играть в ранкет в наше время но это попадаться либо на читеров либо мопхакеров либо просто ну скажем так вряд ли ты вы найдете очередного джели мэна или игрока который играет более-менее сносно а на этом все всем спасибо как то так а